всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у нас испытание можно сказать пробный заезд вот на этом бродяги значит что у нас полностью сток сегодня с вами покатаем на заднем приводе на полном приводе и на полном с понижайкой ничего не делай с моделью мосты не блокировались хотя имеют возможность вот ничего амортизатора не заливались значит подвеска рессорная ну что начнем мы значит взятие небольшой горочки вот начинаем значит на заднем приводе а дальше посмотрим так очень плохо нету тормоза двигателем соответственно 1 у нас первый тюнинг это замена штатного регулятора смотрите пробуем ходом опять же дифференциал разблокированы одно колесо крутится другое нет так ну что пробуем еще разочек побольше газку так побольше газку работает назовем это тапок в пол ух ты а вот пожалуйста чуть не упал за диагоналился и все и мы уже не можем оттуда выехать пробуем полный привод опять то же самое пробуем пониженную так все заблокировался за один дифференциал и мы выехали опять же включаем задней аккуратно трогаемся чтоб защелкнулась коробка все и поехали на ходу я не рекомендую вот это делать все вот потому что но есть вариант что на скорости просто шестеренки ваши поточиться или обломаются ну все поехали покорять вершины скачет конечно резво вот смотрите и вот я бросил газ тормоза двигателем вообще не конечно не очень так без этих получается то что газ бросаешь думаю сейчас остановится перед ямой он падает так ну что пробуем в натяжку ветка мешается идет 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 все и тому тяжело и этому колесу тяжело пробуем побольше скорость вот ходом идем не тормозя преодолеваем следующий подъем к но получилось ну что поехали дальше колеса очень большие в принципе проходит он на скорости все легко вот даже пытается немножко дрифтить в принципе я хочу сказать колеса большие а угол поворота такой довольно таки небольшой поворачиваемости у нас все принципе нормально ну давайте попробуем проехать наш отрезочек трассы в обратную сторону вот диагонали диагоналились назад назад тронулись и немножко ходом и пошла модулька смотрите снова вывесились висим 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 ну что все сегодня ходом ну что пробуем полный привод короче второй режим так ну все подключаем полный привод сдаем назад и теперь продолжаем движение на среднем режиме не что он делает ну пробуем на заднем уже нет смысла так не защелкнуть коробка немножко непонятно мне получается нету как бы средней передачи если это в принципе так задумано кто придется сюда заказывать лебедку с отбором мощности непонятно ладно задний привод защелкнулась поехали но ненадолго серва кстати вот тут уже не справляется я и выкручиваю что она не идет серва вообще так себе ну все ладно не мучаемся на заднем приводе мы не так себе только по ровному поехали сегодня если наша покатушка в принципе нужно для того чтобы выяснить как где что едет что нужно делать зарабатывать так тут нам все испортили до небольшие изменения у нас трассе так что разворачиваемся интересно так подхватывает как настоящая машина ну мне вообще просто непонятен средний режим просто нейтралка что так что задний привод понесли на заднем приводе только входом только входом все берется все за сели за сели пробуем назад 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 сдали попробуем ходом взять горку эту попробуем ходом взять эту горку на заднем приводе нет еще и диганалимся отбой за щелкнули и понесли но с полным приводом дела обстоят лучше поехали посмотрим немножечко по ровненько мы поедем ну что я хочу сказать более копий ну конечно более копий ну углы поворота хорошие мне нравятся серва под замену однозначно рулевая серва меняем сто процентов ну что давайте попробуем вот этот вот очень мягенький грунт горочку попробуем взять ходом совсем недавно мы ее тоже покоряли и далась она тоже довольно таки сложно как попробуем еще недавно мы пробовали покорять эту горку я тоже надалась очень сложно вот тормоза двигателя нет вообще просто невозможно ну что давайте опять же ходом ходом отлично просто ходом отлично вот однозначно первым делом прям меняем регулятор оборотов и серву ну с центром тяжести я пока что ничего не понял принципе идет диагональ имся и приходится скоро ходом брать кстати напомню модель весит модель весит 3 6 килограмма все металлическое модель тяжеленькая так что вот здесь смотрите надо прям аккуратно спуске нам на этом регуляторе можно сказать противопоказаны потому что нету тормоза здесь у нас есть такое препятствие называется досочка интересно сможем ли мы по ней проехать выставляем вперед подводим зад и видите скатились скатились и серва кстати стоит свое положение как приехала так сдаем чуть назад он выставили серву колеса кстати уже грязи набрали вес по-любому увеличился ну что пробуем ехать там у нас шифер вот и по досочке скинет или не скинет руль его не в этот момент вообще не работал я крутил так что пробуем принципе более-менее так задиагонали ли смотрите вперед и подхватил я думаю попробовать заблокировать зад и грубо говоря где мы не сможем проходить уже на заднем приводе подключать передний вот мне кажется будет интересно на заднем будет у нас типа блокировка потому что ну просто задний привод на два колеса вообще не он просто ни о чем на двух колесах на одном колесе можно сказать без блокировки задней что хочу сказать по вывороту она сто раз лучше чем рэма хобби идет интересно попробовать немножко может помягче сделать конечно надо будет ну и блокировки пробуем вот в этом месте мы всегда переворачивались пробуем проехать потихоньку перескочим через шланг видите опять тормоза нету и мы проскочили дальше серва еле крутит поэтому аккуратненько но вот тут все равно она вытянула аккуратненько поехали в поле ну что давайте еще задний привод попробуем все равно задний привод и поедем аккуратненько гиганалится она на рессорах прям моментально я думаю если бы это конечно была бы не рессорная подвеска то колесо бы увешалось дальше возможно проходимость была бы лучше а а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, определенно, уже в ходе, я сказал то, что надо заменить регулятор оборотов обязательно. Вот, благо здесь приемник внешний, аппаратуру можно не менять. Дальше. В отличие от гелика, который там надо приемник докупать отдельно, чтобы поменять уже и забиндиться. Вот, значит, что дальше? Дальше поменять серву на руль и поменять серву на коробку передач, потому что серва тоже, значит, коробку не довтыкает. Вот мы сейчас перевели как бы вроде на задний привод, а она как была на полном, так и осталась. Либо если она потом выскочит, она просто в нейтраль встанет и не дожмет. Поэтому, значит, будет вот так пока что. Ее тоже будем менять. Следующий момент, значит, немножко... Попробуем посмотреть с подвеской что-то, попробовать сделать ее немножко помягче, чтобы ходы стали побольше. Ну, смотрите, следите за проектом, посмотрим. Немножко будем ее переделывать, мудрить. Вот, посмотрим, что из этого получится. Конечно же, хочется мне попробовать еще и другие колеса. Проект уже есть. Напечатаем переходники на 3D принтере, потому что эти диски крепятся по-своему к этим мостам. Так что будем все это дело переделывать. Вот, смотрите, если вам интересно. Подписывайтесь на канал. Ну все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok